Важный элемент электроники полупроводниковых детекторов это усилитель на полевом транзисторе. Полевой транзистор отличается от биполярных транзисторов, которые в основном применяются в радиотехнике, малым током утечки между истоком, куда входит потенциал, истоком, с которого мы снимаем усиленный сигнал. Это достигается за счет конструкции, которая изображена здесь. То есть полевой транзистор или усилитель на полевом транзисторе представляет собой два ПН-перехода, которые изображены здесь. Значит, слева у нас стоит кристалл Н-типа, в середине – П-типа, а справа опять Н-типа. И между Н-типами и П-типом создана разность потенциалов внешним источникам. Сигнал подается от делителя, который здесь показан, на базу. Это стандартный термин усилителя, на базу, и подается на обкладке Н. И что же тогда получается? Когда, скажем, потенциал на обкладках Н растет, зона проводимости сужается, либо расширяется в зависимости от разности потенциалов. И ток, текущий между электродами и сток-сток, тем самым регулируется входящим напряжением. То есть мы снимаем сигнал со стока и подаем его дальше на выход, на последующий каскад усиления, усиленный в зависимости, или зависящий от входящего сигнала, подаваемого на вход. Так что мы видим, что это элемент, усилительный элемент у нас получился. А еще раз, его особенность от других состоит в том, что ток-то потенциала, поданного на вход, расходуется или течет только за счет изменения емкости этого элемента, ну и поверхностных токов, которые минимальны или могут быть очень малы. Так что никаких других утечек здесь нет. Только мы заряжаем и разряжаем емкость. То есть этот элемент очень экономичен в смысле текущего тока. И, следовательно, шум, который возникает от тока в цепи, я его не обсуждал, но он есть. Это дробовой ток. Так как электроны дискретные частицы, они текут по проводнику с некоторыми флуктуациями тепловыми за счет разного количества электронов, протекающих через сечение проводника в разные моменты времени. Только вот в данном случае этот дробовой шум минимален. Показана характеристика этого усилителя. Она такая же, как у всех усилителей, но особенность ее состоит в том, что наклон траектории дается, наклон этой характеристики связан с резистором сопротивлением, с эффективным сопротивлением этого транзистора. Дальше сигнал поступает уже на следующую схему, на следующую усилительную схему, и здесь показана комбинация полевого транзистора, с которого сигнал передается на обычный транзистор биполярный. Усилитель с ограниченной полосой пропускания по частоте. Значит, мы заинтересованы минимизировать шумы. Как мы их можем минимизировать? Конечно, простейшая и приходящая на ум мысль – это если мы ограничим полосу пропускания частот входящего сигнала. Входящий сигнал, когда мы его представляем в ряд фурье, представляет из себя некоторую полосу частот. И, кроме того, дополнительная частота – это шумовая частота. Так вот, мы заинтересованы в том, чтобы эту полосу частот сократить, и тем самым мы имеем шанс сократить шумовой сигнал. Это делается тем, что в усилительную цепочку вставляются РЦ-компоненты и ЛЦ-компоненты. На этих компонентах высокая частота подавляется, и на выход поступает уже сигнал сокращенный по частоте. В результате показан теоретический расчёт шума в зависимости от вот этой полосы пропускания или в зависимости от характерного времени, которым обладает данная цепочка – ТАУ. То есть это ТАУ определяется ёмкостью – это время РЦ-цепочки, эффективное время РЦ-цепочки, а следовательно и полосы пропускания. И что мы видим? Мы видим, что при малом времени у нас шум большой, ну, некоторый там вот порядка 100 микровольт в квадрате, а при ТАУ – одна микросекунда – это величина на порядок или больше, меньше, согласно этим графикам. И, следовательно, этот расчёт нам говорит, что можно сократить шум, если соответствующим образом ограничивать полосу пропускания вашей электронной схемы. Конечно, нет худа без добра, ограничивая полосу пропускания, мы ухудшаем временные характеристики нашей аппаратуры. Сигнал становится шире, и, следовательно, вероятность наложения сигналов больше, но зато мы подавляем шумы. Так что опять нужно выбирать золотую средину. Не терять временную разрешающую способность аппаратуру слишком сильно и не повышать слишком сильно шумы. Это достигается вот путём таких теоретических расчётов. Причём мы видим, что эти параметры зависят от ёмкости нашего детектора и зависят от тока, который течёт в усилительной схеме. Вот я говорил, что там дробовой шум, который я не обсуждаю, но в этой теоретической картине его роль также показана. При нулевом токе шумы меньше. При токе порядка микроамперов шумы существенно больше, почти на порядок. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ